Всем привет! С вами Анна. Сегодня у нас с вами будет урок, посвященный идиомам. Даже если вы не знаете ни одной идиомы, то наверняка в курсе, что они делают речь более эмоциональной и выразительной. Итак, сегодня мы говорим о деньгах. Приятно, когда деньги есть, но очень часто мы бываем в минусе, на мели. В английском языке для этого есть своя идиома. По одной из версий, такое выражение прижилось из-за того, что бухгалтеры записывали дефицит красными чернилами. Например, Многие студенты в нашем универе оказались на мели в конце первого года. Героиня известного романа о шопоголике Ребекка Плумвуд часто бывала на мели. Ее мечтой было иметь огромную кучу денег, стать девушкой, у которой куры денег не клюют. В английском языке для этого есть своя идиома. In the black. Как вы уже догадались, черными чернилами бухгалтеры записывали прибыль. Вот, к примеру, цитата из книги о шопоголике. Pay me back when you're in the black. Вернешь мне долг, когда будешь при деньгах. Когда вы при деньгах, вы можете покупать дорогие вещи, очень дорогие, которые стоят, ну скажем, как самолет. В английском языке для этого есть своя идиома. To cost an arm and a leg. Одна из легенд объясняет эту идиому следующим образом. Когда-то художники, рисовавшие на заказ, меньше всего брали денег заказчика, если на полотне был всего лишь портрет, голова и плечи. Если же клиент просил изобразить его с руками и ногами, это стоило гораздо дороже. Сейчас сложно сказать, правда это или нет, Но идиома осталась и активно используется. Например, Я не могу купить эту машину. Она стоит бешеных денег. Итак, давайте взглянем еще раз на идиомы сегодняшнего урока. Мы говорим Когда мы на мели. Мы говорим Когда мы при деньгах. Мы говорим Когда что-то стоит слишком дорого. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.